Всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео у нас будет старая добрая распаковка бьюти-боксов от Ипси и от Боксичарм. Скорее всего, это будет моя последняя распаковка бьюти-боксов. Мне очень нравится делать такие видео, но есть небольшое но. Я определенно не получаю такого большого количества просмотров, и я понимаю почему. Бьюти-боксы это не то, что доступно каждому, кто живет в России, это нужно заморачиваться и через посредников это все заказывать. И поэтому, понятное дело, наверное, это не совсем актуально для русской аудитории моей. И второе, это то, что у меня накопилось большое-большое количество ухода за кожей, которую мне постоянно кладут в эти бьюти-боксы. И в общем, я хочу сделать небольшой брейк, перерыв, и я все-таки, наверное, хочу отписаться от... Пока начну с одной, потом уже я 100% хочу от двух отписаться, потому что это сложно психологически, наверное, сразу отписываться от обоих бьюти-боксов, потому что это все-таки привычка, да, получать каждый месяц. Их, в общем, я постепенно буду сокращать потребление бьюти-боксов, потому что, давайте будем честны, иногда ты платишь 25 долларов, ну или 50 долларов в месяц, да, за оба эти бьюти-боксы. Ты иногда получаешь что-то, что не совсем прям вау. Какие-то продукты косметики или ухода, которые бы ты, знаешь, сама не купила. Поэтому, да, я хочу, чтобы моя коллекция и косметики, и ухода стала более минималистичной, если так можно называть это. И, в общем, я просто хочу, чтобы у меня были продукты, которые, я знаю, работают на мне, а не пробовать, знаете, там каждый месяц разный уход, который не всегда работает и не всегда подходит. Поэтому, да, сегодня мы будем распаковать эти два бьюти-бокса, я в большом восторге. В этот раз они пришли вовремя, прям в один день, что здорово. Обычно мне приходится все-таки ждать 3-4 дня, чтобы распаковать их вместе. И, как вы, наверное, уже знаете, я плачу за Ипси 25 долларов в месяц, это Ипси Глэмбэк Пласс. Я могу выбрать, если я не ошибаюсь, три продукта, которые пойдут в этот бьюти-бокс, что является подспорьем бьюти-боксу от Боксичарм. Потому что в этом бьюти-боксе я могу выбрать только один продукт на мой выбор, все остальное выбирает команда Боксичарм за меня. Я плачу за этот бьюти-бокс также 25 долларов, и они выходят каждый месяц. И да, давайте просто перейдем к распаковке. Я ждала этого момента со вчерашнего вечера, поэтому я в большом восхищении посмотреть, что же нам сегодня достанется в этих бьюти-боксах. И давайте начнем, наверное, с бьюти-бокса от Боксичарм. Вот таким образом выглядит наша коробка от Боксичарм за месяц октябрь. Первое, что мы видим, это вот такая карточка, на которой написана тематика бокса за октябрь. Мы не будем смотреть пока, что там написано. Самое первое, что я вижу, и что я точно помню, я сама выбирала, это Dew Drops от Gloricepe. Я обожаю этот уход от них, потому что это то, чем я пользуюсь каждый день почти. И я точно замечаю, что моя кожа становится более гладкой, сияющей. Да, это очень круто, что мы это получили, потому что если покупать это в Сифори, то это будет стоить вам в районе 45 долларов. Очень интересный момент. Я помню, что я купила в Сифори этот продукт от Gloricepe, и тогда еще он не был на хайпе, тогда о нем никто не говорил. И я купила, начала им пользоваться, пользуюсь. И оказывается, что продукт этот нельзя нигде купить какое-то было время, потому что он настолько, в общем, популярен-популярен. И на ТикТоке он завирусился, поэтому этот продукт определенно стоит вашего внимания, если вы хотите пробовать что-то от Gloricepe. Я использую эту сыворотку, ее, кстати, можно использовать и как праймер, вместе с их тонером, который также с арбузом. Поверх я наношу крем из арбузной серии, Warm Well and Glow, и вместе это прям самое идеальное комбо, чтобы создать эффект такой сияющей корейской кожи. Да, корейцы же любят такой эффект сияния кожи. Поэтому, мне кажется, мы начали очень даже хорошо, и мне очень нравится тот факт, что у меня теперь будет бэкап этого продукта, если он у меня закончится в какой-то издне неожиданном. Это круто и здорово. Далее, давайте перейдем к нашему следующему компоненту этой коробки. Далее мы видим салфетки для снятия макияжа. И эти влажные салфетки у нас от бренда Julep Beauty, я ни разу не слышала об этом бренде. Но, в общем, эти салфетки должны очищать поры, когда вы используете эти салфетки. И в составе есть гомомелис. Гомомелис это спиртовой компонент, поэтому с ним определенно нужно быть аккуратней. Он может высушить кожу, и я не думаю сама, что это прям самый лучший компонент, который я хочу видеть в салфетках для того, чтобы очищать кожу лица. Я все-таки больше предпочитаю использовать свои салфетки от Нитроджина. Это самые лучшие салфетки для чувствительной кожи. Я использую их также, когда делаю свотчи на руках. Поэтому круто. Для того, чтобы стирать свотчи с рук, это классный вариант. Почему нет? Тем более, их здесь сколько у нас находится? Их здесь у нас 60 штук. Далее мы находим палетку. Это палетка. Бренд называется Ace Beauty. И я много слышала об этом бренде. И его очень часто кладут в эти бьюти-боксы. Кстати, знаете, интересный факт. Сколько бы я не получала палеток в бьюти-боксах, я никогда не начинаю ими пользоваться. Я не знаю, с чем это связано, но, наверное, потому что у меня есть столько много классных брендов теней, которые я знаю, как себя ведут на моих глазах, как они классно будут тушеваться. В общем, для меня как? Я всегда складирую эти палетки. В общем, оставляю их либо для розыгрыша, который я скоро буду делать на своем канале, либо чтобы отправить там родным, например. Поэтому я надеюсь, что это та палетка, которой я захочу пользоваться. Вот таким образом выглядит упаковка этой палетки. Очень красиво, очень приятно держать ее в руках. И вот таким образом выглядит цветовая гамма этой палетки. В принципе, это очень даже прикольная цветовая гамма. В этом что-то есть. Осенняя тематика в этом 100% просматривается. И да, это символичная палетка. Я думаю, что я хочу попробовать этот бренд, потому что я много о нем слышала. Это, по идее, не очень дешевый бренд, и у них очень хорошее качество теней. Далее мы видим, ну, конечно, как всегда, без этого ни одна коробка не обходится. Это жидкий карандаш для глаз, то есть подводка от бренда Jellies Beauty, о котором я ни разу не слышала, понятное дело. И это печально немножко, потому что пока что только один, ну, два бренда, которых я слышала и которые я знаю. И вот таким образом выглядит наш карандаш. Прикольно. Я так понимаю, как он работает вообще? Я поняла, что мне это напоминает. Мне напоминает это концепт бренда Kaji. У Kaji есть точно такой же карандаш с такими вот печатями, чтобы сделать идеальные стрелки. Я не поняла его, если честно. Я от него избавилась. А все потому, что когда я пыталась сделать эту стрелку штампиками, у меня они получались неровно. То есть один штампик выше, другой ниже. И, в общем, это как-то не очень понравилось мне концепциям. Поэтому круто! Карандаш для глаз. Их мы получаем в виде боксах очень много, на самом деле. Далее мы видим Lash & Brow Duo. Это, я так понимаю, для бровей карандаш и, возможно, гель для бровей также. Бренд называется, забыла сказать, бренд называется Tint. Мне кажется, что я об этом бренде также ни разу не слышала почему-то. Посмотрите на эту упаковку, это просто красотища. Она ощущается очень тяжелой, как будто бы это люкс какой-то. Мне очень нравится. И я так понимаю, о, все. Это двойной продукт. То есть первое мы видим, это тушь. Я так понимаю, надеюсь, что это тушь для ресниц. И второе, это тушь для бровей. Что очень-очень интересно. Я очень надеюсь, что этот цвет, мой цвет. Давайте посмотрим и посвочим его. Я точно знаю, что, скорее всего, я буду этим пользоваться. В принципе, да, это смотрится как очень даже благородный, такой коричневый цвет, который, возможно, очень даже идеально подойдет моему новому цвету волос. Поэтому круто. Это все, на этом все. Вот конец нашего бьюти-бокса. Честно, я не могу сказать, что я прям прыгаю от радости от того, какой ассортимент я получила. Наверное, все-таки, если я реально буду отменять подписку на бьюти-бокса, первым это будет Бокси Чарм. Хоть и многие говорят, что Бокси Чарм это вообще самый лучший бьюти-бокс, наверное, который сейчас есть на рынке. Но лично мне кажется, что как раз-таки, наоборот, Ипси выигрывает. Потому что в Боксе Чарм, как правило, ты получаешь большое количество неизвестных брендов. И да, это круто, что я получила вот эту сыворотку от Glorice, я обожаю этот продукт. Но помимо этого продукта, такое ощущение, что ничего меня не восхитило, как я этого хотела. И целая куча также неизвестных брендов. Этот бренд, этот салфетки, это, конечно, круто, но я могла бы купить их тоже, например, в TJ Maxx, если я об этом хотела. Не могу сказать, что я прям, знаете, вау. Я определенно не буду жалеть, если я от него отпишусь, честное слово. Наверное, самое дорогое, что мы нашли в этом, это палетка. Она стоила 34 доллара 99 центов. Glorice Pee сыворотка стоила 34. Она стоила 34 доллара. Далее тюбик с тушей для ресниц и для бровей стоила 29 долларов. Подводка стоила 22 доллара. И последнее, это салфетки. Они стоили 20 долларов, что невероятно слишком большая цена для этих салфеток, как мне кажется. Дайте не знать, ребят, что вы думаете об этом бьюти-боксе от Boxe Charm. Понравилось ли вам вообще наполнение или нет, будет очень интересно это узнать. Давайте теперь распакуем наш бьюти-бокс от Ipsy. И это Ipsy Glam Bag Plus. Та-дам! Вот таким образом выглядит пакет за этот месяц на Ipsy Glam Bag Plus. И мне нравится дизайн. Он напоминает определено о приближающемся Хэллоуине и так далее. Но я, если честно, не большой фанат вот именно этой упаковки. Для этого бьюти-бокса, как всегда, мы видим карточку. И давайте посмотреть, что же нас ждет. Первое, что я вижу, это палетка опять. Круто! Давайте посмотрим, что же это за бренд. Hip Dot! Вау! Я много слышала о бренде Hip Dot. Бренд, который, мне кажется, всех на слуху. Они с очень многим классным выходят в последнее время. Эта палетка называется Witchy Warm. То есть это палетка с теплыми оттенками. Вы знаете, ребят, эта палетка, она очень даже симпатично смотрится. Прям хочется ей пользоваться. И, мне кажется, эта палетка будет просто идеальной палеткой для ежедневного макияжа. Прям вау! Это крутая цветовая гамма. Посмотрите просто на принт, который на самих рефилах. Это смотрится невероятно красиво. Эта палетка напомнила мне почему-то дизайн последней палетки от By Terry, с которой они вышли. Вот там примерно такая же была цветовая гамма. И также были рисунки на рефилах. Далее мы находим хайлайтер от Ила Маска. Ила Маска это бренд, который, мне кажется, в какой-то момент был очень популярен на слуху у всех. И потом как-то все затихло. Мне кажется, сейчас этот бренд очень часто можно видеть как раз-таки в бьюти-боксах. Очень часто выкладывают. То есть это жидкий хайлайтер. А, небольшой фанат жидких хайлайтеров. Хайлайтер, который сделан у нас в Таиланде. Интересно, окей. Это тот самый оттенок, который был невероятно популярен очень долгое время. Называется он OMG. Я очень давно хотела попробовать этот оттенок. Таким вот образом смотрится этот оттенок хайлайтера. Давайте. Вау. Ничего себе он. Какой он активный и пигментированный одновременно. И вот таким образом выглядит помпа, с которой выходит сам хайлайтер. Мне нравится прозрачная помпа. Очень прикольно смотрится и интересно. Просто посмотрите на этот пигмент. Как красиво смотрится этот хайлайтер. Он очень такой гладкий, мягкий. Я бы сказала, он как бархатистый по формуле даже. Очень-очень здорово. В нетерпении уже использовать его в скором времени. Далее. Я знаю, что это уже потому, что у меня точно такая же есть сыворотка. Посмотрите, в какой упаковке это все пришло. То есть все полураскрытое какое-то. Вся коробка пожевана. Я не знаю, это вообще нормально. Если не ошибаюсь, я получала эту сыворотку Valure Beauty Box. Очень давно. И я начала только пользоваться ей буквально пару дней назад. Вот таким образом выглядит эта сыворотка. Я начала использовать ее уже. И первое, что я заметила, это то, что она может немного жечь. Но потом это все утихает. И вы уже не испытываете никакого уважения. И что эта сыворотка делает? Она способна очистить кожу вашего лица. Не только от каких-то пятен, от прыщей. Но еще и так же сузить поры. Улучшить цвет лица. И все это потому, что здесь есть гликолевая кислота, салициловая кислота и аскорбиновая кислота. Это как пилинг, но в формате сыворотки. То есть его не нужно смывать ничего. И вы наносите на ночь перед сном. И просыпаетесь, и ваша кожа прям как baby skin, я так понимаю. Я использовала ее всего лишь один раз. И я не могу сказать, что когда я проснулась, я увидела, что мои поры уменьшились. Они, может быть, стали чуть менее заметными. Мне кажется, чтобы понять, как эта сыворотка действует, ее нужно определенно использовать 2-3 раза в неделю. Круто, что они положили эту сыворотку. Хоть, мне кажется, именно этот бренд и эта сыворотка, они ходили по многим бьютибоксам уже долгое время. Я даже не знаю, еще буду ли я. Скорее всего, я положу ее в свой розыгрыш. Потому что я точно знаю, что кто-то из вас будет рад ей гораздо больше, чем я. Так, давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Что-то я заговорилась об этой сыворотке. Далее мы находим тушь для ресниц от бренда Rowan. Я, по-моему, тоже об этом бренде слышала. Если не ошибаюсь, это какой-то инди-бренд. У них есть, по-моему, очень классные блески для губ. Люди прям с мапыванием сходят. Открывать очень сложно. Такие упаковки, на самом деле. И вот так выглядит эта тушь. Невероятно красивая упаковка, надо сказать. Прям смотрится очень дорого. И по-люксовому мне это нравится. Эта тушь, кстати, веганская. Cruelty free и так далее. И в составе, кстати, есть большое количество масел, что очень-очень круто. И это та тушь, которая способна сделать все. И приподнять реснички, и удлинить их, и все такое, что очень здорово. Последнее, что мы видим... Оу, еще одна палетка. Viseart. Я ни разу не пробовала этот бренд в жизни. Всегда смотрю на их новые палетки. И думаю, блин, они стоят, ну там, сколько, под 60 долларов. Я думаю, стоит ли это покупать или нет. И тут... Оу, как это мило. Это прям реально размер визитной карточки. Палетка называется Petite Pro Yun. Какое маленькое милое зеркало. И вот таким образом смотрится эта палетка. Просто какая малышка. Это очень интересная цветовая гамма. Мне кажется, что это та цветовая гамма, которую я буду использовать осенью. Так, помимо осени, это идеальная, как мне кажется, нюдовая палетка на каждый день так же. Круто, прикольно. Я хочу не знать, ребят, если вы пользовались брендом Viseart, их палетками, будет очень интересно узнать, что вы думаете о их качестве. Прям какая все-таки милая палетка. Вау. Нереально мило. Раз не встречала палетку в таком размере визитной карточки. И это все, что мы получили в нашей Ipsi Glam Bag Plus. И мне есть, что сказать на самом деле. Я точно знаю, что мне гораздо больше понравился Beauty Box от Ipsi Glam Bag Plus. Просто в разы лучше, чем Beauty Box от Boxi Charm. Это просто небо и земля. Мы получили столько классных брендов косметики в Ipsi, чему Boxi Charm может реально позавидовать. Палетка от Viseart. Палетка от Hip Dot. Это очень классный бренд, о котором я много слышала. Derm Store. Хайлайтер от Ilamasco. Тушь от бренда Roy. Не жаль потраченных 25 долларов на этот Beauty Box. Вообще, Ipsi был первым Beauty Box, на который я была подписана. Потом я уже решила подписаться на Boxi Charm. Но мне кажется, сейчас я все-таки понимаю, что Ipsi выигрывает во всех моментах. В наполнении. В том, что я могу выбрать больше продуктов. Что интересно, я точно помню, что в этом месяце я не выбирала ничего для моего бокса. По-моему, в этом месяце они все выбрали за меня сами, что очень странно. Вообще, я считаю, да, что определенно в этом месяце Ipsi выиграл эстафету Beauty Box. Бокси Charm это не то, что ты хочешь получать каждый месяц какие-то неизвестные бренды. Просто продукты, которые не заставляют тебя восхищаться. И к тому же, Ipsi именно все-таки недавно выкупил Boxi Charm. Наверное, это как-то сказалось на качестве продуктов у Boxi Charm. Поэтому, да, ребята, мне будет очень интересно узнать, что вы думаете об этой распаковке. Какой боксам понравился больше всего. И в скором времени я буду делать определенно гивэвэй или розыгрыш. И я не знаю, когда это будет, но определенно, когда я все сопоставлю. И, в общем, создам маленькие корзинки для каждого победителя. То я дам вам знать в одном из следующих видео, наверное. Поэтому следите за обновлениями. И да, я очень надеюсь, что вам сегодняшнее видео мое понравилось. Надеюсь, оно подняло вам настроение. И надеюсь, что вы удовлетворили свою любознательность касаемо того, что же кладут в американские Beauty Box. В любом случае, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных дней. Когда у вас получается классный макияж. Ваша Юля, и прощаюсь. Всем пока!